Сервера веб-приложений, которые уже настраиваются над випом, над веб-сервером, куда мы можем залезть, что-нибудь потыкать. Они располагаются на нескольких сас-серверах. Давайте так быстро пробегусь, покажу, что их много разных. Начнем опять же с первого. Это сервера веб-приложений. На них расположено несколько приложений, которые могут пользоваться юзеры. И эти приложения помогают для корректной работы интеграции всех серверов веб-приложений. Ну, первый, он скорее относится до BI. Это не наша история, не про IMA. Вон тут различные приложения для просмотра дешборда BI. Что здесь стоит выделить из этих приложений, это как раз-таки этот самый вип, о котором мы говорим. То есть эта платформа, этот фундамент, он расположен на одном из серверов веб-приложений. Так что, если перезапускаются все веб-приложения, как правило, хороший дом должен начинаться с фундамента, поэтому и все приложения, вся их структура должна начинаться с первого сервера и запускаться именно с него. То есть если мы будем запускать поначалу третий, потом первый, ничего не взлетит, потому что поначалу мы должны поставить фундамент, на котором работают остальные веб-приложения. SAS Server 2. Тут истории, наверное, больше для отчетностей. Большой-большой спектр приложений. От мониторинга системы, такие как Environment Manager, до WebReport Studio. Это порталы, на которых можно строить отчетности. Это скорее использовалось в старых версиях SAS и осталось уже сейчас как некий артефакт. Но по-прежнему тут использовать для кого-то это очень удобно. Различные отчеты можно интегрировать со сторонними источниками. Но, опять же, это пока не наша история, мы больше про EMA. SAS Server 6. Это основное серверное приложение для администратора SAS MA. Тут как раз-таки можно увидеть, что располагаются основные службы, как Customer Intelligence Core и Customer Intelligence Studio. То есть Studio это тот веб-энтерфейс, который видит пользователь перед собой, настраивая диаграмму SAS Core. Это на чем все это дело исполняется. То есть некий бэкэнд вот этого приложения. Тут есть различные приложения, такие как Digital Marketing для рассылки почты. Но в нашем случае это не используется. У нас там сторонняя рассылка почты идет через оркестратор и прочая история. EMA есть, который помогает оптимизировать компании, если они запускаются пачками. Ну, тут, наверное, стоит заоспить внимание на то, что есть службы Customer Intelligence и сторонние бэкэнд-службы, которые их поддерживают. Ну и 12-й это VA. Графики, отчетности, которые сейчас больше используются, чем второй сервер, который я говорил, который использовался ранее. В общем, служба VA расположена в 12-м сервере. Ну, давайте попробуем на конкретном примере подробно разобрать. Вот шестой сервер, о котором я говорил, на котором у нас стоит студия, которая используется большинством количества пользователей. Все выглядит, если это абстрактно представить себе вот так. То есть есть некое множество служб, и в этом множестве как раз наше приложение SAS CIS. То есть это студия, Customer Intelligence Studio, в котором пользователи работают, запускают компании. Как и у любого веб-сервера, на котором стоят приложения, у него есть свои логи. Располагаются они здесь. Как и у любого приложения, которое расположено на веб-сервере, у приложения тоже есть свои логи. Логи, они располагаются вот здесь. Небольшая разница в адресах, но разница в содержимом большая. То есть тут мы смотрим на то, как работает веб-сервер в целом, хватает ли ему памяти, все ли зависимости были подгружены. А тут мы смотрим, как работало приложение, запускались ли запросы, как работал тот или иной узел и так далее. Конфигурируется запуск веб-сервера в неком скрипте под названием CET-NFSH. Ну, в общем, это стандартный САШник, который запускает Java-приложение. И в нем можно посмотреть, какими параметрами запускается, то есть сколько памяти мы ему выделяем, какие распределенные кэшированные ресурсы, о которых мы раньше говорили, мы используем. И куча-куча разных параметров для запуска. Сервер, который предоставляет функции, в принципе, для запуска веб-приложении. То есть не было бы севера веб-приложении, мы бы не могли бы посмотреть в студии. Приложение запускается на сервере, так и тут. Веб-приложение запускается на веб-сервере.